Всем привет, друзья! С вами Гамбит и возвращаемся в карьеру за Блэкберн Роверс. У нас первый матч с Эвертоном. Ну, мы, конечно же, его сыграем. Будем играть на Гудисон Парк. Эвертон занимает пятую строчку. В прошлом выпуске мы потерпели первое поражение. Так вот, у нас помимо Эвертона еще и Мачестер Юнайтед с Фулхмом с Бормутом будем симулировать и сыграем матчи на Кубок. Это, ребят, Кубок Англии с Уигганом. Поехали! Блэкберн Роверс по-прежнему на первом месте. Мачестер Сити, Мачестер Юнайтед и Ливерпуль сократили немного отставания. У Красных Дьяволов, кстати, есть хорошая возможность приблизиться к Блэкберн Роверс. Ну, если они нас, конечно, обыграют. По составу. По составу, ребят, что тут у Эвертона? Головин, Аллан, Абамиян, Ксака, Гонцало, Гэдэш, Динь. Стосовчик очень даже неплохой. Стракуша защищает ворота. Погнали! Английская премьер-лига на ваших экранах. Эвертон Блэкберн Роверс. Мы продолжаем путь за вторым чемпионством подряд. Александр Головин. Кстати, Скотт Мактомины. Его показывали перед началом матча. И Скотт играет против своей бывшей команды Мэдисона. Хорошая, может быть, атака. Но вот в этом эпизоде защита Эвертона играет гораздо лучше, чем, например, защита Волверхэмптона. В прошлом выпуске. Снова Бамиян, Габонец. Концало, Гэдэш, подключается. Португалец по дочку. Какая неприятная на дальнюю штангу. И прям под удар. Вот вам, собственно, и Эвертон. Абамиян, может быть, опасно. Хорошее подключение. Сака будет бить в дальний угол. Нет, Сака давал передачу. Ух, нам повезло. Карамоко. Армстронг. Снова Карамоко. Ара, да, да, да. Адам, 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 адам. Отлично. Прошла, прошла эта передача. 1-0. Был потрясающий момент у Эвертона. Там Сака как-то сыграл немного. Непонятно. Нужно было бить, но он хотел довести до верно. По итогу получает они мяч в свои ворота. Хорошая комбинация. Карамоко Дембеле подключился. В какой-то веке, кстати, отлично прорвался по центру наш капитан. И великолепно поразил ворота. Александр Головин. Ух, как хорошая передача-то на Гадыша. В сайда никакого нет. Гадыш поставил корпус. Вот это вырезали. Вот это вырезал Гадыш передачу. И Саня Головин забивает. Рад, конечно, я за Александра, но не рад, что мы пропускаем. Неожиданный голый, если честно. Давайте посмотрим на повторе. Я считаю, что заслуга здесь португальца. Гонсало Гадыш потрясающая передача. Ну и Головин-то укротил. И между ног. Ой, как хорошо Гомос прочитал этот эпизод. И отличная, отличная передача. Карамоко Дембеле. Карамоко смещается. Молодец. Молодец Карамоко, но и Стракоши великолепен. Рейнкент, свеженький Рейнкент. Устремляется. И сразу же можно найти Армстрогадом. Вот я вижу, вижу, вижу. Прострел. Кто первый? Ребят, ну настроен был на прострел. Можно было что-то придумать. Можно было обманные движения делать. Это последний шанс. Последний шанс, Карамоко. Ой, как здорово. Офсайда не было, твою мать. Гент, я же в одно касание бил, а. Ну это, ребят, ну. Руколицо просто. Офсайда не было, судья не свистел. Хотя, возможно, может быть он и был. На самом-то деле. Если бы мяч оказался в сетке, там и был бы офсайд. Ладно, не буду смотреть на повторе. Сейчас очень важный матч. Играем с Манчестер Юнайтед. Играем у себя дома. Красный Дьявол и 33 очка имеют в своем активе. Уступили в прошлом туре они Лондонскому Челси и Ливерпуле. Манчестер Сити потихоньку начинает нас догонять. И 6 очков. Это вам уже не такое серьезное преимущество. Вот так вот, ребят. Уступили Тоттенхэму, сыграем в ничью с Эвертоном. Тучилось то преимущество. 6 очков. Вот вам и английская премьер-лига. Лучше бомбардир Армстронг по-прежнему. Мой Закин 13 вместе с Водоном наколотили. Ладно. По составу Лукаку, Фернадош, Ван Дебе, Гарнер, Гнабри, Решвор, Далот, Лангле. Обалдеть, Ван Бисака. У нас Кент вышел в основе. Состав очень четкий. Конечно, у Красных Дьяволов. Но только Гарнер, наверное. Будет нелегко. Тем более, мы с Манчестер Юнайтед играем очень и очень печально, если честно. Комес. Карамоку. О, Дебеле. Подключение, не Амбы. Ой, хорошее подключение. Карамоку-Дебеле. Передачу дай, Карамоку. Да я же уже отдал. Еще Мэдисон. Ну, твой час. Твой выход. Я уже нажал пас. 1-0. Отлично. Блин, я думал, если сейчас Карамоку упустит мяч за лицевой, это было бы печально. Мэдисон включается. Подключается в нужное время. Оказался в нужном месте. 1-0. Выходим вперед. Отлично. Вот здесь вот пас я постарался дать в одного касания. А может быть и хорошо, что не получилось. Тем более, передача хорошая. Адам, красавец. Адам Армстронг. Хорош. Карамоку. Подключение. Ричард. С ударой. Кто там на добивании? Новый Ричард. Совсем один Мэдисон. Мэдисон получает мяч. Мэдисон. Мэдисон. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вы видели, ребят, как долго прицеливался Джеймс Мэдисон? Вот это да. Неужели? Я надеюсь, что все-таки после этого матча он... начнёт набирать ход. В нужное, просто в нужное время начал показывать себе Джеймс Мэдисон. Посмотрите, как долго я прицеливался. Но Давид Эхе всё видел, прыгнул, но такие не берутся. Галешник великолепный. Ричардс. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Армстронг, ой, отлично. И сразу в одно касание, но там оффсайд был. Я, конечно, немного заигрался. Лукако. Ой, как хорошо. Вот это да. Вот это да. Вот тут я, конечно, что-то полетел, сломя голову, не оглядывался вообще никуда. Зря я выбежал там, по-моему, в Гомос. Давно Лукако вылетел. И Бруно Фернандеш. Можешь первый свой момент реализовывать. Давай один. Вот здесь я улетел защитником. Это, конечно, моя ошибка. Лукако, молодец. Разобрался со всеми. Встянул на себя всех футболистов, всех футболистов линии защиты. И девятый гол португальца. Армстронг. Карамако Дембеле. Мэдисон. Мэдисон. Хорошая передача на Кента. Ого себе. Вот это да. Я смотрю-то, Кент в своих подкрадулях. За защитником. Передача великолепна. 3-1. Мы успокаиваем красных дьяволов. И Джеймс Мэдисон лучший игрок этого матча. Я уже сейчас могу это сказать. Дубль и голевая передача. Давайте посмотрим. Вот здесь я. Смотрю, Кент такой. Опачки, забегат. И передачка прошла великолепно. И подлево все как нужно. Все как доктор прописал. Самое, что очень важно, это мы буквально в ответной атаке забиваем. Тащит мяч. И... Да, что ж такое-то? Снова Фернадеш. Ой, какая хорошая передача. Потрясающая передача. 3-2. Пагнабри. Ох, продолжается. Эй, подкат. Ой-ой-ой, еще и у МакТомина было желтое, ребят. Ну вот так вот, ребят. Это я, конечно, тут добавил огоньку. Твою же налево, а? Я и забыл, что у него желтое. Я уже, когда сделал подкат, это, знаете, такое в центре поля, чтобы немного успокоить Манчестер Юнатед. В итоге, главный судья успокаивает МакТомины. Бергия хорошо выиграл борьбу. Райанкент. Судья должен свистеть. 3-2. Валидольный матч получился. Все равно. У нас Скотт МакТоминой был удален. Ну ладно, главная победа. Матч был очень интересный. У нас следующий матч с лондонским Фулхам. Матч этот будем симулировать. Фулхам на 14-м месте располагается. Есть изменения в составе. У нас Айр появился. Бергия, Кларк, Карлан Грант. Нужно, конечно, у себя дома обыгрывать лондонский Фулхам. 2-1. Минимальная победа. Еще и Мэдисон пенку не забил. Ну нормально же было. Грант оформляет, кстати, дубль. Вот так вот. Челси обыграл Крисал Пелос. 1-1. Матчестер Сити. Арсенал. Это хорошо, кстати. Арсенал молодцы. Следующий матч у нас с Борнутом, который мы тоже будем симулировать. У нас есть изменения. Барклай вышел вместо Мэдисона. У нас Нельсон появился. Бергия, Харвард Беллис, Кларк. Ребята из резерва. Играем на выезде. Нужно на выезде все равно обыграть Борнут. Но команда как бы с 16-го места. А Блэкберн Роверс бьется за титулы. Нельсон, Кент и Нельсон. Нельсон молодец, оформляет дубль. Ливерпуль обыграл Элитс 2-3. Следующий матч у нас заключительный. В этом выпуске сыграем с Уиганом. Кубок Англии. Ребят, вот этого трофея нам не хватает. Хочется Кубок Англии. Тем более, последний сезон в этой карьере. Было бы здорово. Буду стараться. Уиган играет с Блэкберн Роверс. У нас резервная команда. По сути. Давайте выходить. Ну, ребят, Уиган нужно обыгрывать. Ой, там Баркла хорошо забегает. Барклай. На дальние кого? Томссон. Томссон. Сохранить мяч. Снова Томссон. Харкин. Нельсон. Подключение. Коста. Нельсон. Ой, как хорошо. Блокирует засранцы Барклай. Наконец-то, ребят. Настолько мы раздергались сейчас у Уиган. 16-16 на табло. Нельсон забивает. И, ребят, я думаю, это лучший игрок выпуска. Ой, лучший игрок, да, выпуска. Все верно. Все верно, я хотел сказать. Дубль в прошлом матче. И сейчас забивает. Правда, он забивал, по-моему, по симуляции. Но это не важно. Размотали, растаскали. Отлично. 1-0. Нужно забить второй, чтобы немного успокоить Уиган-атлетик. Надо выходить нормально из-за бароны. Барклай. Нельсон там набегает. Барклай дает передачу. Оффсад есть? Слушай, передача была феноменальная. Но я, на самом деле, по радару посмотрел. Главное, не сильно. Если бы дождал бы немного наперед, было бы тоже хорошо. Не хотел ничего придумать, потому что обычно смещаешься в центр. Пытаешься ложные замахи делать, и эти удары накрывают. Мощно. Ну, передача была потрясающая в Барклай. Мощно в ближнем. 2-0. Томпсон, передача. Ну, побороться, Скарлетт. Ты же можешь, братишка. Скарлетт и удар пушечный. Скарлетт что-что, наверное, один из самых мощных у нас нападающих. Но, наверное, все-таки, считай, самый мощный. И угловой Барклай. На дальнюю штангу. 3-0. 3-0. Это Нельсон. Оформляет хитрик. Потрясающий гол. Снова скидка. Снова Берге. Я не знаю, сколько он голливых отдал. Ну. Нормально так. Со своими скидочками. Посмотрите. Подача на дальнюю. Классика наша. Скидка. И бах. Силюта. Гол красивый. Снова Томпсон. Ой, как сейчас. Хорошо. Ой, как... Как... Блин. Ну, как же было бы красиво. Но я не мог. Я не мог не остановиться. Но отдать должное защитнику. Он реально грамотно сыграл. Он не бросился. Тем более, не сделал никакой подката. Если был бы подкат, это было бы... Нереальный кроссовер. Как в баскете, знаете. Только обороняющийся улетает просто на паркете где-то. Так, спокойно. Продолжаем. Ой, как хорошо. Но здесь. Харут Беллис. И можно начинать. Ух, какой подкат. Выгон молодцы. Борются. Томпсон. Ой, как хорошо. Сейчас можно на Скарлетта. Скарлетт сразу же на Томпсона. Есть, есть пространство. Играет в хороший футбол. Каркин, пушка. Страшнейшая. Бьет твою же налево. Харкин, ты когда-нибудь забьешь-то за клуб. Да, жаль, ребят, кстати, что лонгшоты в это фифе никакие. Хартболис. Томпсон. Ой, как Скарлетт, как Скарлетт все сделал великолепно. Ребят, ну это вообще, конечно, глупо было. Почему я не пробил низом вдаль? Я уже забыл, когда вообще был, бил низом. Но Скарлетт так великолепно прокинул. Я уже настолько расслабился. Томпсон. Хорошая передача на Гарсию. Три минуты добавил судья. Давай, 3-0. И хитрик оформляет Нельсон. Ребят, я предлагаю на такой классной ноте закончить этот выпуск. Нельсон вообще красавец в этом выпуске. Джеймс Мэдисон наконец-то себя проявил, но потом обратно не забил пенальти. Ладно, оформил дубль, отдал голевую передачу про Мэдисона красавец. Тем более матчи с Манчестер Юнатед. У нас следующий матч будет полуфинал Кубка Английской Лиги. Первая встреча с Манчестер Сити. Но это уже будет в следующем выпуске. А пока я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем удачи и всем пока-пока.